Девушки отдыхают И я ушел с работы пораньше И забыл взять почту и портфель Очень важное дело Я расскажу тебе по дороге Мэйсон, оно как-то связано с письмами шантажиста? Ну не молчи, я же вижу, что ты расстроен В чем дело? Сегодня я узнал, что моя мать умерла Это ужасно, что с ней случилось? А Джеффри не объяснил, почему он так долго держал тебя в неведении? Будь его волей, он и сегодня бы ничего мне не сказал Но ведь сказал же Потому что его заставила Келли А чего он хочет? Я весь день бьюсь над этим вопросом Мэйсон, если Джеффри, автор этих писем, тебе следует кому-нибудь сказать об этом? Да нет, нет Не думаю, чтобы он стал писать такие письма Ведь он уже давно здесь И вполне мог нанести мне удар в спину Если бы ему этого хотелось Но он и раньше говорил, что не любит тебя Да, этого я не отрицаю Возможно, он считает, что в детстве мне повезло больше, чем ему И завидует мне Сиси ему не отец, он не Кэпфелл Какой он имеет право завидовать? Наверняка известно лишь одно Джеффри Конрад скрывал причины, по которым приехал в Санта-Барбару Это твоя мама? Да Жаль, что я так плохо знал ее В детстве человек строит грандиозные планы на жизнь А начиная подрастать Понимает, что не сможет добиться всего, о чем мечтал Но я Всегда надеялся, что однажды Мама вернется Мы посидим с ней вместе Она расскажет мне о своей жизни А я о своей И я пойму по выражению ее лица Что она меня Одобряет Мне кажется Я очень хорошо ее помню Хотя За долгие годы я успел многое выдумать И уже не знаю толком Где мои фантазии, а где реальность Но я точно помню Какой терпеливой и добрая она была Отец вечно твердил, что она любила выпить Ну что ж, хоть в этом я пошел в нее Поедем домой Нет, нет, мы должны побывать на этом приеме Нет, нет, ты не должен никуда ходить Ты только что узнал о смерти матери Тебе нужно побыть одному Ничего страшного Мэйсон, прошу тебя Джеффри тоже будет на приеме Я не намерен прятать голову в песок Но во втором письме тебе угрожали неприятностями именно сегодня Значит, сегодня вечером выяснится, что оснований для тревоги нет Твоя забота очень трогательна Но я не намерен прятаться ни от Джеффри Ни от того, кто пытается запугать меня Даже если эти письма делай его рук Джеффри, тебе не кажется, что ты ведешь себя как маленький? Я хотел бы поговорить с тобой А если мне не хочется тебя слушать? Разговор не о нас с тобой, а о нашей матери Не рассчитывай, что я поверю, будто ты сильно опечален Как ты можешь? Мэйсон очень любил свою мать Вижу, тебе удалось запудрить мозги своей жене Послушай, большую часть жизни я провел вдали от матери Ты знал ее, был рядом с ней Я имею право знать, каким человеком она была Ты давным-давно отказался от всех своих правов С чего ты взял, что имеешь право судить об этом? Моя мать вовсе не захотела бы, чтобы я тебе о ней рассказывал Возможно, Келли не ошиблась В чем? Не исключено, что Джеффри автор этих писем Выходит, ты участвуешь в работе над престижным проектом? Да Кэпуэлу наверняка захотят вложить в него деньги Но я не советую им этого делать Знаешь, мне слегка поднадоели твои мелочные нападки на моих родных Так так? Значит, это называются мелочные нападки? Если у тебя не хватает духу объяснить, почему ты так враждебно настроен Ты не имеешь права просто так поносить нас Не тебе рассуждать о моих правах Все в порядке, пистолет у меня Вставай, пошел Мэйсон, с тобой все хорошо? Да, нормально Почему вы это сделали? Почему? Он посадил меня на три года Три года вонючей камере, ни за что, ни про что Карл Грэйзер Это вы угрожали мне в письмах, верно? Я же говорил, не ходите сюда сегодня, я предупреждал Уведите его отсюда до прибытия полиция Как ты, сынок? Все хорошо, спасибо Мое счастье, что ты так быстро отреагировал Еще бы чуть-чуть, и все Мэйсон, как ты? Да, тот парень в дальней комнате с двумя охранниками Кто это был? Судя по всему, человек, чьего осуждения Мэйсон добился, когда был помощником прокурора Ты не видела Джеффри? Мы встретили его при выходе из ресторана Он спас мне жизнь, я должен поблагодарить его Погоди, ты не можешь остаться? Нет, никак Надо его найти Иден, ты не отвезешь Викторию домой? Конечно Джеффри, это Мэйсон Мне надо поговорить с тобой Не откликайся, и он уйдет Я не могу Привет, Мэйсон Келли, я не знал, что ты тут Заходи Я рада, что ты пришел Мы с Джеффри просто разговаривали И, по-моему, сегодня он доказал, что не способен причинить тебе зло Ну что, может, вы раз и навсегда выясните отношения? Джеффри, я хочу попросить прощения за все, чем рассердил тебя Сегодня ты спас мне жизнь И я этого никогда не забуду Может, мы могли бы начать все заново? Джеффри, тебе надо всего лишь пожать ему руку Заметив пистолет, я действовал машинально Я не дал бы ему застрелить никого А по чистой случайности, мишенью оказался ты Но это ничего не меняет В особенности моего отношения к тебе, Мэйсон Джеффри Пожалуйста, уйдите оба Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok